Прирост розничного товарооборота по требкооперации за истекший 2020 год составил 95,3%. Вы отстали на 7 пунктов. Это очень много. Конкуренты не стоят на месте, при этом преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемным. В прошлый раз я поручал довести долю непродовольственной продукции хотя бы до 20%. Не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10-12. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел и нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой. И мы только что говорили, как привлечь. Вы торгуете на 90% белорусскими товарами. Все наши производители этих товаров известны. Объединяйтесь с ними и проводите акции распродажи, как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре-октябре. Эту традицию мы недавно возродили и население прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь, мы подтолкнем ваших партнеров. Не менее остро стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблем служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке. Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске. Ведь привезти товар сразу в один торговый объект и снять прибыль несложно. А вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет. Но и здесь есть решение. Посмотрите, как за последние несколько лет развелась интернет и электронная торговля. Начните это. Посмотрим, что получится в результате этого эксперимента в Белкопсоюзе. Не буду долго говорить об этом, но вы должны знать, что у нас интернетом пользуются почти 8 миллионов человек. Потребка операции осталась верна своей главной цели – работать на благо людей. Это заявил Александр Лукашенко, который участвует в общем собрании представителей членов Белорусского Республиканского Союза потребительских обществ. Долгое время потребкой операции руководил Валерий Иванов. Три месяца назад он возглавил управление делами президента. Поэтому до этого дня должность главы Белкопсоюза была вакантной. Участники заседания, прежде чем обсуждать перспективы развития потребкой операции, стратегию, избрали нового руководителя. Им стал Олег Мацкевич, который до этого работал первым зампредом Витебского облсполкома. Я думаю, что на этом республиканском уровне все мы сориентируемся, потому что мы система ориентированная на сельского жителя. Все мы сориентируемся еще больше, чтобы оказывать содействие этому сельскому жителю, в том числе и по излишкам продукции, в том числе и по ставкам продукции, потом переработанной этому жителю. Мы с вами с учетом этой нацеленности должны быть всегда и везде первыми. С учетом села, с учетом этого сельского человека, который там проживает. Потребка операции обслуживает более трех миллионов белорусов, основная часть из которых живет преимущественно в сельской местности. Президент страны развития этой организации держит на личном контроле и сегодня присоединился к обсуждению. Но прежде свое видение высказали руководители региональных подразделений потребкой операции. Так, несмотря на то, что за 8 месяцев этого года совокупный объем деятельности Белкапсоюза превысил 2 миллиарда рублей, средняя зарплата сотрудников не так высока, как хотелось бы. Но, несмотря на изменившиеся времена, глава государства отметил Белкапсоюз, остался верен работе на благо людей. Вместе с тем, есть ряд серьезных проблем в развитии потребкой операции, которые требуют решения показателей развития ниже среднереспубликанских. Торговля главная в сегодняшней деятельности организации, поэтому уменьшение количества торговых объектов в сельской местности особенно вызывает опасения. Вместе с тем, глава государства настаивает, обслуживание ассортиментом не должен отличаться. От столичных. Понрави. Продолжение следует.